Сейчас объявят войну и призовут меня на фронт. За что воевать? За власть? Нет, она мне ничего не дала. Ни квартиры, ни земли, за березки и речушки? Нет, там стоит табличка «Частная территория». Ну и за что же? За то, чтобы где-нибудь, сидя за столом, выпивая с бутыльниками, можно было сказать, а ты знаешь, у нас одна четвертая суши там. Привет, как ты относишься к лозунгам «построить стену на границе с Кавказом»? Многие российские политики о ней говорили. Слушайте, я к этому отношусь, конечно, негативно. Это ненормальная повестка в современном мире. Но если хотят так отгородиться, я только поддержу. Но в целом это ненормально. Мы должны стремиться к тому, чтобы жить в мире согласия, иметь нормальные партнерские отношения, ездить друг к другу туристами, в гости, работать и так далее. Иметь нормальные отношения в целом в этом мире. Так как бы повестка должна быть такой. Если изначально ставится повестка так, давай там отгородимся, вот, блин, да, это, конечно, можно, но это не ведет к какому-то нормальному сосуществованию. Это уже изначально какой-то неправильный подход. Поэтому я, если кто-то оттуда будет этого желать, если оттуда инициатива будет оттуда идти, то, конечно, мы не будем против. Окей, скажем, пожалуйста, если вы хотите. Но эта инициатива не должна исходить от нас. Мы должны изначально, как цивилизованные люди нормальные, подходить к этому с какой-то прагматичной точки зрения, учитывая мировой опыт, нормальные визовые режимы, безвизовые режимы, с учетом всего этого. Мы же должны подходить не так, знаете, давайте посмотрим, как будет удобно там для власть имущих, а как нам надо исходить из того, как будет удобно для людей, поживающих в наших странах. Если нам будет удобно от того, что у нас будет стена, и мы друг к другу не сможем ездить, то да, окей, тогда стена. Но я что-то сомневаюсь, что в современном мире так может быть, жить удобно. В глобальном мире, по-моему, это абсолютно неудобное явление. И то, что Россия вообще сегодня как бы делает, вот этот вот тренд на империализм, все наши враги, доказать, что мы крутые путем войны, это ведет к изоляции России, уже как бы Россия страшно изолирована, и это далеко неправильный подвод. Это не приносит какой-то пользы российскому народу в целом. Они, их жизни становятся лучше, абсолютно. Они становятся богаче, их жизни становятся удобнее, комфортнее. Нет, становятся, наоборот, хуже. Они беднеют, им становится менее комфортно делать покупки, и куда-то, да просто жить, просто жить становится крайне неудобно. И это вот все аспекты жизни это задевает. Здравоохранение, лекарства, поступление каких-то нужных лекарств, они перестают поступать. В общем, вот все просто любые аспекты жизни, которые мы можем умянуть, они все ухудшаются, не улучшаются. Поэтому это неправильный подход. Наоборот, нужно об этом подумать, что вот это вот то, что делает сегодня Путин, российская власть, это ведет только к ухудшению ситуации. А надо делать так, чтобы вело к улучшению. Кто выиграл от того, что сегодня они вторглись в Россию, в Украину? Давайте подумаем, даже вот представим, что Россия сейчас выиграла там, скажем, какую-то тактическую победу. Допустим, одержали, Донбасс стал частью России, Запорожья стала частью России, вот оккупировали территорию, аннексировали и включили. А в чем выигрыш для среднестатистического россиянина? Вот что он от этого приобрел? Просто какое-то самоудовлетворение сказать, что его страна стала большей? А что в конечном итоге он, что он от этого получил? У него облегчилась возможность путешествовать, что-то покупать, продавать, работать, учиться в каких-то хороших вузах. Что у него? Что он приобрел? Ничего. А если он, если ничего этого бы они не делали, если бы они вместо этого развивали бы свою экономику, развивали бы нормальные отношения с западным, прежде всего, миром, который, безусловно, является сегодня центром мировой цивилизации в плане технологий и так далее, и если бы они добились безвизового режима западными странами, допустим, свободной зоны торговли и вот так далее, в полной интеграции, то жители России от этого бы только выиграли. Сегодня вы чувствовали бы себя так же, как чувствуют среднестатистические европейцы или, я не знаю, австралиец, американец. Поэтому надо все-таки на это смотреть и правильные какие-то приоритеты для вас, для россиян выстраивать. Сейчас объявят войну и призовут меня на фронт. За что воевать? За власть? Нет, она мне ничего не дала. Ни квартиры, ни земли. За березки и речушки? Нет. Там стоит табличка «Частная территория». Ну и за что же? За то, чтобы где-нибудь, сидя за столом, выпивая с обутыльниками, можно было сказать, «А ты знаешь, у нас одна четвертая суши, самая большая страна, мы держава». Чтобы это можно было заявить, наверное. И это максимум. Вообще стремление народов, наций, государств, стремление к доминированию, к величию, к успеху. Это нормально. Но только к какому? Понимаете, вот в чем вопрос. Если эта страна, народ, нация, она стремится к тому, чтобы быть лучше остальных технологиями, освоениями, я не знаю, космоса, жизнью, уровнем жизни своих граждан. Если вот этим они завоевывают, можно сказать, этот авторитет, это величие в этом мире, то да, это круто, стремитесь. Никто не говорит, что в целом это стремление неправильное. Но когда ты ничего из этого не даешь своим гражданам, окружающему миру, ничего не даешь, из технологий каких-то удобств, жизни для своего народа в плане здравоохранения, образования и так далее. Ничего из этого не даешь, но при этом пытаешься еще и отобрать у тех, кто пытается вот так правильными, правильными методами перейти к улучшению своей жизни, к некому величию. Ты у них, наоборот, еще пытаешь что-то отобрать и навязать им свою модель вот этой жизни, когда у тебя нет этого стремления, и ты берешь еще больше, обхватываешь территорий, и они тоже вынуждены теперь руководствоваться вашими же жизненными приоритетами. Им тоже ты это навязываешь. Вот это вот, это очень удивительно тупая империалистическая логика, удивительно просто тупая. Вот Соединенные Штаты Америки, они, безусловно, доминируют, да, в этом мире, и их доминирование при всех минусах Соединенных Штатов Америки никак не оправдывая все то, что они там делали и еще могут сделать, но при этом основной упор на доминирование это не завоевывание территорий, а это технологии, это экономическое процветание, они таким образом, в основном, да, огромный упор на обороноспособность, на то, что у них там самая передовая армия, да, но нету какого-то завоевания других территорий, аннексия этих территорий, нет, зато есть одно из самых крутых образований в мире, одно из самых удобных бизнес-возможностей, да, для бизнес-реализации, то есть климат для инвестиций, для самореализации, и всевозможные какие-то там экономические ништяки, вот это вот все реализовано, технологии, первое место в мире по технологиям, освоению космоса, все-все-все, и тем самым, да, поэтому мы что мы получаем в итоге? Это, да, это империя, очень как бы серьезная, доминирующая империя, и она со всех сторон такая, и она как бы развивается дальше, не стоит на месте, она очень тяжело представить себе сегодня страну, и в каком году, в каком веке она сможет как-то с ней там конкурировать, это за счет того, что они работают над этим, но не путем завоевания каких-то там, допустим, они не идут войной на Канаду, чтобы сделать ее частью Соединенных Штатов Америки, хотя северный сосед, вроде как могли бы, да, целый материк под себя поднять, но нет, не делают, наоборот, в союзничестве с ними работают, это не значит, что там нет каких-то, да, там есть много чего, что можно отметить, да, из каких-то плохих появлений, но я имею в виду вот этот сам подход, понимаете, к империализму, там он совершенно другой, может тоже не всегда правильный, но другой, по крайней мере, нет того, что творит Россия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok